4 июля в Бахчисарайском районе произошло наводнение. Из берегов вышли местные реки Бельбек и Коккось, затопив ближайшие села. В результате стихии погибла жительница поселка Албат. Более 160 человек эвакуировали. Было подтоплено 80 домов. Вернувшись в свои дома, люди поняли, что остались ни с чем. Нажитое за многие годы имущество не подлежит восстановлению. Вот видите, в каком состоянии дом. Только сделали ремонт, только всю мебель кухонную купили новую, все новое. Только жить и жить нам было. А за один час какой-то все раскурочило, и вот не знаем теперь, что делать. Полы вот сняли, стены упали, мебель вся на полу, техника вся на полу. В общем, не знаем, как дальше быть. Вот пенсионерка больная, сама диабетом болеет. Все утекло, все уплыло, все лекарства, абсолютно все. Шифонер вместе с вещами, вот сразу на мусорку. Мебель они даже берут, она вся ломается. Это холодильники валялись, вот здесь мальчики вытащили, помыли, но не знаю, смогут его реанимировать. Пострадавшие от стихии местные жители уже несколько дней расчищают свои дома и дворы от мусора, грязи и завалов. Приходится выбрасывать мебель и технику. Не все жители Албата могут справиться с ущербом, нанесенным стихией. Бедный ребенок вот сделал ремонт, вот сейчас вот драит, чистит, а это восстановление не принадлежит, наверное. Вот уже какое-то с воскресенья мы приходим, бьемся, бьемся. Не знаю, везде вонь, везде грязь, везде мухи уже летят. Вещи, они, все хорошие вещи были. Ничего не осталось у детей. Я не знаю, как дальше быть и что дальше делать. Здесь все сараи были, все упали. Столько вещей. И машинки стиральные выплыли, и что только не уплыло. Вот велосипеды кто-то принес, детей велосипед. Вот все, посуда, масуда, вот всякие эти хазанар, вот в сарае были. Ничего не осталось. Многие подтопленные дома в поселке Албат нуждаются в капитальном ремонте. Однако пять из них разрушены полностью. Фактически люди остались без крыши над головой. Местные жители инициировали помощь односельчанам, которые не в силах справиться самостоятельно с последствиями наводнения. Какое горе постигло наше село, ну и ряд других сел, но тем не менее пострадало наиболее, по большей части наше село. И вот здесь вот проходили за речкой, увидели, сколько домов пострадало, сколько людей осталось без крова, без имущества. И на момент того, что мы хотели им помочь, они многие стесняются и отказываются. И мы решили создать инициативную группу для того, чтобы открыть счет и производить сбор. Для того, чтобы, как говорится, помочь этим жителям, нашим односельчанам. Потому что у горя нет ни нации, ни религии. Потому что горя чужое не бывает. Оказать помощь жителям поселка Албат можно, перечислив средства по реквизитам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ